Нет искусства без упражнения, как упражнения без искусства. Так нам говорил мастер, наш учитель. И вправду множество спектаклей Зиновия Яковлевича Карагодского вышли именно из упражнений. Наш цирк, наш только наш, открытый урок, пространство инстинкта, 19 октября, улукоморье и много-много других. Зиновий Яковлевич считал, что азбукой профессии актер овладевает через упражнения, и главный из них – это этюд. Он говорил, что поставить можно все, даже телефонную книгу, но это возможно только через действенный анализ, через этюдный метод. Это метод действенного анализа, это вскрытие событий. Прежде всего, нужно знать разницу между событием и предлагаемыми обстоятельствами. Чаще всего путаница возникает в этом. Предлагаемые обстоятельства принимаются за события. Хотя события – это происшествие, которое происходит сейчас. Оно могло начаться давно, но его жизнь и его присутствие этого события, – оно определяется таким вот вопросом. Что происходит? Ни что говорят, ни в каких обстоятельствах. Обстоятельства были когда-то событиями. Но они прошли и являются теперь не событием, а соусом, условием, в котором протекает событие. Но еще до рождения первого этюда в любом упражнении заостряется внимание на необходимости цели. Для чего делаю? Зачем? С чего и начиналась каждая работа над спектаклем. Со сговора. То есть, когда мы сговариваемся о чем, про что, для чего. С первых шагов актер обязан наполнить любой сценический поступок энергией действия. Все ради действия. Все к нему и от него. Чтобы потом строить роль по линии действия, через которую раскрывается жизнь человеческого духа. Сценическое действие может быть подлинным и целесообразным, только при живом восприятии и подлинности оценок. Оценки – главные проблемы. Как принять решение, если наши органы восприятия – глаза, уши, осязание, обоняние – не добудут нам материала для оценок, если мы не разберемся, что, где и как происходит. Все это необходимо для рождения этюда. Так, подо мною, пропасть, надо мною небо, вокруг камни. Значит, что вокруг меня? Все идет в оценку. Но этюд в любом его значении – только подспорье, тренировочный прием. И, следовательно, он не самоцель. Стихи свободно полились, вот это – свободно полились. Как можно сказать про то, что стихи свободно полились, если вы не свободны? Если это вам не заставляет радость, не только как действующему лицу, а как артисту – это обязательное условие удовольствия, актерское удовольствие, что бы ни играл. Азарт, лихость, увлечение – это условие любого спектакля, даже «Трех сестер» и моего «Джюлета», а тем более такой озорной формы, которая заложена в лукомоле. Этюд – творческое средство поиска себя в профессии, в роли, в спектакле. Этюд дает реальное осознание основ школы. И если мы поверим в него не головой, а сердцем, то он станет и для нас тем же, чем он является для живописца. Почему мы занимаемся сенсорной системой? Так получается, ну, немножко потренировали ухо, немножко потренировали глаз, немножко потренировали обоняние, осязание. А на самом деле мы тренируем не отдельные органы чувств, а мы тренируем систему возбуждения. Мало того, тренируя органы чувств, мы вытренировываем главное художественное свойство – интуицию. Если мы не чувствуем, не знаем требований к этюду, его рабочих и творческих возможностей, то будет очень трудно понять и освоить методику действенного анализа. Это наиболее предпочтительный и плодотворный путь работы над спектаклем и ролью в современном театре. Понять – значит почувствовать. Для нас понять – это почувствовать. А почувствовать можно только попробовав всем своим существом. Вот тогда теория становится знанием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...